Из Адыгеи по синхронному плаванию приняла участие в первенстве Южного Федерального УК. В этом году масштабный турнир состоялся в Ростовской области и объединил под своим началом около 120 юных пловцов. С какими программами выступили наши ребята, какие награды получили и к чему будут готовиться теперь? Андрей Грюнер посетил одну из тренировок сборной и узнал ответы. 12 человек в команде, 1 мальчик и 11 девочек. Таким получился состав нашей сборной. По опыту прошлых лет ребята знают, что выступление на ЮФО одно из самых ответственных, а потому готовиться к нему начали за несколько месяцев. Задача стояла показать наилучший результат во всех четырех программах. Это выступление в восьмером, в десятером, парами и соло. Мы обыграли достаточно много команд. Мы всегда поддерживаем друг друга и стараемся чаще помогать друг другу делать эти разные поддержки вместе, связки, счет, чтобы у всех был одинаковый. Выступления мальчиков в этом году стали новшеством. Сюда вошли и комбинированные дуэты и сольные программы. Нашу республику на турнире представлял юный Никита Солохин. За четыре года тренировок он привык постоянно держать себя в форме и, как следствие, сумел заработать первое место на соло и второе в дуэте с партнершей. Соревнования прошли хорошо. Я доволен своим результатом. Соло я выполнял шпагаты, сразу делал выкрут с пальца. Надо все подтягивать, чтобы было все намного лучше в следующем году, чтобы уже везде быть первым. Выступления наших ребят получились такими же запоминающимися, как и названия номеров. Это адыгейская лезгинка и король лев. Главный критерий оценки во всех программах, кроме соло, как ни странно, синхронность, но в совокупности с достаточной растяжкой и сложностью самих комбинаций. Здесь требуется и координация, и гибкость, и хорошая силовая подготовка. Ну, также сюда включается все. Акробатика, гимнастика, хореография, музыкальная подготовка, плавание. То есть девочки хорошо плавают. Девять бронзов, две серебряных медали и одно золото. Таковы итоги прошедшей поездки в Таганрог. В общем зачете наша команда заняла второе место. Готовится к новому турниру. На следующей неделе ребята отправятся в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования. Адыгея лучше всех! Адыгею ждет успех! Андрей Грюнер, Владислав Балабась, Вести, Адыгея.